Тогда началась запись добровольцев и под Сковом и Нарвой были остановлены германские войска, двигавшиеся вглубь России. Позже этот день был назван Днем Защитников Отечества. День Защитников Отечества – это один из галереи славных воинских праздников в нашей стране. Этот праздник по праву можно считать одним из важнейших событий в календаре россиян. Это не просто день, в который принято почитать бойцов и солдат, служивших и защищавших свою страну во времена невзгод и войн. Данная знаменательная дата уже давно превратилась в своеобразный День всех мужчин. В наши дни этот день олицетворяет все то, что женская половина человечества ценит в мужчинах – ответственность и силу, забота и мужество. Сегодня Защитником Отечества является каждый, кто считает своим долгом беречь Родину, защищать ее интересы, чья жизнь и работа подчинены единой цели – благополучию и процветанию нашей великой страны. Торжественный митинг, посвященный Дню Защитника Отечества, считать открытым. 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 От себя лично, от Укружного Совета Депутатов, от главы администрации Советского городского округа Макарова Егениса Геевича. Поздравить вас с государственным праздником Днем Защитника Отечества. 23 февраля – это праздник сильных и мужественных мужчин, которые прошли суровую службу в армии и на флоте. И которые до сих пор стоят в строю, на страже нашей отчизны. Это праздник тех, кто свои знания, свои умения, свою доблесть отдает преданности России. Военнослужащие, дорогие друзья, сегодня наша великая держава отмечает праздник – День Защитника Отечества. У каждого из нас своя ответственность перед Родиной. И сегодня мы стоим возле этого священного места напоминания о нашем долге перед теми, кто сложил свою жизнь за Родину. О том, что мы помним их отвагу, их преданность нашей стране. Нашу страну будут уважать только тогда, когда она будет сильной и с нами будут считаться. Желаю силы, процветания нашей стране, потому что процветание и сила зависят от каждого из нас. С праздником всех советчан! Желаю крепкого здоровья и мирного неба над головой! С праздником, дорогие друзья! Здравствуйте, дорогие товарищи! Сегодня действительно праздник не только военнослужащих, но и всего советско-российского народа. Поскольку армия и народ – это единое целое, мы знаем уроки из этого. Во время Великой битвы 1941-1945 года не только солдат, офицер завоевывали нашу свободу, но и мирные граждане, дети, старики работали на заводах, фабриках, выпуская снаряды, оружие и прочее. Поэтому я и говорю, что сегодня праздник всего нашего народа. Я должен сказать, что обстановка на сегодняшний день немножко сложноватая, особенно положение на Украине. Соединенные Штаты Америки назвали нас впервые врагами, а слово «враг» – это много чего значит. Поэтому и обстановка такая. Я должен сказать спасибо большое нашей технике, вооружению, которые имеют только у нас стратегические ракеты, которые со сверхзвуковой скоростью летят на тысячи километров. Но самое главное – это наш солдат. Какая бы техника хорошая ни была, если солдат не подготовлен и не может ее применить на поле боя, ни о какой победе быть речи не может. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok